Вечер добрый, в эфире подробности. Узнаете все главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре часа длились переговоры трехсторонней контактной группы в Минске. Пока известно только, что по результатам встречи достигли консенсуса и договорились работать дальше. Разговор в белорусском президент-отеле проходил в закрытом режиме. Участвовали Леонид Кучма от Украины, Хайди Тальявини от АБСЕ, Азамат Кульмухаметов от российской стороны, представители так называемых ДНР и ЛНР. Впервые были и представители подгрупп. И вот они будут собираться чуть ли не через неделю, заявил Леонид Кучма. Первая встреча по вопросам безопасности ориентировочно пройдет в середине мая. Сегодня вопрос ведения миротворцев на Донбасс не обсуждался. В ближайшее время обсуждение выборов на Востоке. Договорились, что противостояние ни к чему хорошему не приходит. Надо искать компромисс. Если в плане этой работы рабочей подгруппы дело не сдвинется, то единственный выход из положения – это обращаться в Организацию Объединенных Наций или в Европейский Союз, вводить миротворческий континент. Считаю, что эта работа пошла в конструктивном духе. И тем самым мы заложили фундамент для возможного процесса урегулирования всех вопросов за столом и ни на поле боя. Сегодня проделан серьезный шаг в направлении мирного политического урегулирования кризиса. Ну а утром с украинскими представителями в контактной группе встретился президент. Петр Порошенко говорил о необходимости предметных консультаций. В частности, по вопросам прекращения огня, контроля на границе, освобождения заложников, подготовки к местным выборам и гуманитарной помощи. А также относительно миротворческой миссии. Президент отметил, что Украина не отступит от минских договоренностей, а от боевиков потребовал немедленно отвезти военную технику, которую они вернули в буферную зону. Никаких переглядей минских договоренностей ни украинская сторона, ни наши международные партнеры не допускают. Вымагаем от подписанцев минских договоренностей, в первую очередь от Российской Федерации, вшити вычерпных заходов для того, чтобы минские договоренности были выполнены в полном обществе. Главную украинскую пленницу Кремля сегодня дважды вызывали в суд. Какие решения приняли басманные вершители судеб, знает наш корреспондент в Москве Данил Русаков. Единственная, пожалуй, новая деталь в этом заседании – фамилия суди. Вместо привычного Карпова вопрос о продлине срока содержания Надежды Савченко под стражей на этот раз рассматривала исполняющие обязанности председателя басманного суда Мушникова. Но и ее постановление оказалось отнюдь не новым. Все просьбы защиты женщина в манте отклонила, документы, подтверждающие иммунитет, даже рассматривать не стала. Действия председательствующего защитники украинской пленницы считают произволом. У самой же Надежды схватило сердце, и она попросила вызвать скорую. Для чего им нужно переключать? Чему амбиции одной людины настолько нехабны, что просто представляют этот удар решту людей? Состояние Надежды Савченко и вправду тяжелое. После посещения городской больницы номер 20 ее здоровье ухудшилось. Там пленницу содержали в жутких условиях. Положили на матрасы, пропитанные запахом лежачих больных. И даже в душ водили только под конвоем в наручниках. Сейчас арестантка весит 53 килограмма при критическом показателе в 40. Из-за угрозы предкоматозного состояния она все-таки начала принимать пищу. Доброе, что прорывается информационная блокада, трешечки, маленькие брешки, но они появляются в российских ЗМИ. Уголовное дело в отношении Надежды российские исследователи и вправду шили увесистое. На сегодняшнем заседании сыщик сообщил невероятную цифру. Якобы уже допрошено более 108 тысяч свидетелей. Прозвучало и сенсационное заявление Савченко инкриминирует преступления против государственных интересов Кремля. Это дикое заявление вкладывается в тот политический процесс, который проходит. Это не правосудие, а всего лишь его имитация. Когда России выгодно, она вспоминает о международных договорах и апеллирует к ним. Когда ей невыгодно, она ставит российское право превыше международного. Решение о продлении ареста защитники попробуют оспорить в Мосгорсуде. Однако надежд у Надежды, похоже, по-прежнему никаких. Кто в Украине? В Украине! Первое утреннее заседание, на котором судья Карпов узаконил недопуск Надежды Савченко на сессию ПАСЭ, оказалось еще даже более гуманным, чем то, что случилось во второй половине дня. В отличие от своей коллеги-председательницы, служитель Фемиды хотя бы заслушал сторону защиты и ознакомился с документами, которые они предоставили. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. А еще один российский суд, Московский городской, продлил арест украинца Олега Сенцова до 11 июля. Тогда могут начать рассмотрение дела по существу. Сейчас идут предварительные слушания. Режиссера Сенцова обвиняют в подготовке терактов к Крыму. Почти год назад его арестовали, якобы за попытку заложить бомбы к мемориалам Второй мировой и поджег офиса партии «Единая Россия». Сам Сенцов заявляет, что невиновен и считает себя политическим заключенным, а еще гражданином Украины, в то время как российская Фемида расценивает его крымскую прописку как гражданство Российской Федерации. Провести служебное расследование и уволить Сергея Чеботаря требуют от МВД и генпрокуратуры уже не только журналисты, к ним присоединились депутаты. Почему в антикоррупционном парламентском комитете так категоричны к замминистра внутренних дел? И в чем подозревают главу другого ведомства, госслужбы по чрезвычайным ситуациям? Обо всем этом подробнее Ирина Романова. В антикоррупционном комитете сегодня ждали министра внутренних дел и его зама. Хотели услышать, почему ведомство не отреагировало на инцидент с журналистами на прошлой неделе возле дома Сергея Чеботаря. Заревля, которая ему сейчас наложит, она недавно была в государственной властности и была передана в приватную властность незаконно. Въехал Volkswagen, он был абсолютно без номеров. Они перекрыли нам дорогу, забрали в нас камеру, они вытягнули видеорегистратор. Видеорегистратор, на котором неизвестная нападает на съемочную группу, удалось сохранить. Вот эти кадры. Можно разглядеть и нападавших. За неделю журналистам удалось выяснить, кто эти люди, но не милиции. Обе нападники, которые установлены, безусловно связаны с родиной Чеботаря, теперь нам очень хотелось бы почувствовать что-то от Министерства внутренних справ. Можно, пан Антон Герасченко нам может прояснить. Я народный депутат Украины, который здесь присутствующий. Если до этого наказать Чеботаря за препятствование профессиональной деятельности требовали только журналисты, то теперь просят и депутаты. В тот же день, когда на нас не пала, он уприлюднив на официальном государственном сете неправдивую информацию, что тот маэток, где стався напад, не имеет никакого отношения к его семье. Он имеет отношения к маэток его дочке. Его действия, в принципе, можно квалифицировать. То, что он не пришел на комитет, не пришел на комитет, не рассказал, как это все происходило, не дав пояснение, как перешкоджение законной деятельности комитета. Депутаты потребовали и от МВД провести служебное расследование, отстранить Чеботаря от должности, а также проверить, соответствует ли декларация о доходах его имущественному состоянию. Потом вспомнили еще один скандальный случай. За подтверждением информации решили обратиться в посольство Финляндии. МВД для ответа дали срок – неделю. Впрочем, Чеботарь не единственный, кому у комитета были претензии. Говорили депутаты и о затянувшейся эвакуации украинцев из Непала. Ею занимается новоназначенная глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Зарян Шкиряк. На прошлой неделе для этого Кабмин выделил ни много ни мало – более 7 миллионов гривен. Надо выяснить, почему при реальной себестоимости в миллион двести, который бы был потрачен, если бы им купили билеты на чартеры, деньги выделились в 7 миллионов четыреста тысяч. Кабмину поручено в течение месяца дать нам ответ, кто будет нести ответственность, а также какая сумма была потрачена на эту псевдоэвакуацию. Это не считая других вопросов уже к Шкиряку. Например, почему на борту самолета вместо психологов эвакуационной миссии были журналисты и его возлюбленные. Вы спросите сегодня у Заряна, он вам объяснит. И будет нести полноту ответственности. У меня к нему нет претензий за многое то, что он сделал. А вот у комитета к Шкиряку претензии все-таки могут появиться. К этому вопросу намерены вернуться через неделю. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Ну и вот еще какие могут быть претензии к главному спасателю. Операция госслужбы по чрезвычайным ситуациям в разрушенном землетрясении Непале длится уже неделю. 30 апреля на помощь соотечественникам вылетел военно-транспортный самолет Ил-76. Он приземлился в столице Дели и поломался. Вышел из строя насос-турбины. Необходимую деталь несколько дней доставляли из Киева. Тем временем глава ГОСЧС Зарян Шкиряк вместе со своей подругой Екатериной Храмовой, которая тоже оказалась на борту, и журналистами вылетел в Катманду из Дели на рейсовом самолете. Спасателей же оставил в индийской столице. В Непале все они провели несколько дней. Во время эвакуации туристам в ожидании вылета пришлось спать прямо на бетонных плитах взлетно-посадочной полосы. Сейчас Ил-76 уже забрал граждан Украины. Все они находятся в Баку. Там самолет остановился для дозаправки. В Киеве борт должен приземлиться сегодня ночью. Еще одно резонансное преступление обрастает новыми подробностями. Министр внутренних дел Аваков заявил, напавшие на автозаправку, а позже расстрелявшие милиционеров злоумышленники, проходили службу в добровольческих батальонах. Однако в каких именно, не уточнил. В интернете ранее появилась информация, что речь может идти об Азове или Айдаре. Мы связались с прислужбами этих добровольческих батальонов, но до конца следствия предоставлять какую-либо информацию прессе не отказываются. Напомню, в ночь на понедельник была ограблена столичная автозаправка, ранили кассира и забрали чуть более 800 гривен. Попытка правоохранителей задержать нападавших привела к перестрелке. Погибло двое милиционеров, еще трое попали в больницу с ранениями. Их состояние тяжелое, но стабильное. Убит и один из злоумышленников. Несколько человек из этих людей проходили службу в добровольческих батальонах. Будет официальное сообщение следствия, мы об этом скажем. Все самостоятельные расследования, это хорошо. Контроль общественности, это тоже очень здорово. Но есть вопросы, которые следствие не допускает к публичному оглашению. Тем временем сайт «Левый берег» со ссылкой на свои источники опубликовал более подробную информацию о задержанных. 20-летний Евгений Кошелюк проходил службу в трех батальонах. Азов, Айдар и Торнадо. А 17-летний Андрей Романюк в одном из батальонов был снайпером. Также двое убитых милиционеров, Юрий Романенко и Юрий Христенок, якобы бывшие беркутовцы, принимавшие участие в атаке на автомайдан в крепостном переулке. Правда, в МВД пока ничего не комментируют. Утверждают, что расскажут все, но уже после окончания следствия. Ну и вот как прокомментировали эту ситуацию оппозиционеры. «Надо у каждого спросить, видим ли мы изменения какие-то на улицах, видим ли мы что-нибудь положительное в изменении работы милиции. Если этого нет, то все это болтовня. В стране поголовная коррупция как была, так и осталась, только еще ухудшилась. Что касается правоохранительной системы, вся та же самая система осталась. Провальная система. Провалили все. Пытались на этом пиарить, потому что экономики нет, сказали хотя бы это. Теперь провалилось и это. Надо уходить в отставку всем. Мы министры новых дел и премьер-министры всей этой системы. И в продолжение этой истории, несколько минут назад в сюжете мы напоминали, что грабители автозаправки пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле с номерами, заклеенными известной аббревиатурой ПТН-ПНХ. После этого глава МВД, как вы помните, дал жесткое указание запретить использование любых номерных знаков, кроме официально зарегистрированных. Наша съемочная группа сегодня целый день колесила по столице с запрещенной антипутинской наклейкой вместо официального номера. Какой была реакция гаишников, посмотрите в сюжете Ярослава Кречко. В сувенирных лавках товар ходовой. Одна наклейка по 30 гривен. Сколько в день продается? Ну, не, не много. Ну, две. Именно такие номера были на машине преступников, которые расстреляли милиционеров. Мы сейчас проведем эксперимент, как далеко сможем заехать с такой наклейкой на нашей машине. Ближайший патруль в 100 метрах. Первый пост ГАИ. Мы спокойно сюда подъехали и проезжаем, едем дальше себе на Крещатике. На Крещатике гаишники стоят через каждые 200 метров. Едем к Бессарабке, потом обратно на Европейскую площадь. На нашу машину, внимание, ноль. Дальше дорога на левый берег. К тому самому посту ГАИ, который обстреляли за двое суток до убийства милиционеров. В обратную сторону та же история. Если разобраться, то в заявлении Авакова в принципе ничего нового. Любые номера, кроме регистрационных, и раньше были вне закона. С наклейкой вместо номеров мы ездили целый день. Были и на правом берегу, и на левом. Проехали мимо нескольких постов ГАИ. Нас ни разу так и не остановили. В итоге мы сами приехали в главный департамент ГАИ Украины. Это, наверное, скорее всего камень в мой огород. Потому что не сработали мои сотрудники именно по вашему автомобилю. Но говорят, работают по-другим. За минувшие сутки 74 подобных протокола на всю Украину, 30 в Киеве. По закону, если документов на машину нет, ее отправляют на штрафплощадку. Если есть, водителя ждет штраф до 250 гривен. С добровольцами и волонтерами обещают работать по-другому. Я вчера буквально дал команду, чтобы провели соответствующую работу с добровольческими, с волонтерскими организациями, которые имеют целью поставлять в зону АТО автомобили. И поставляют их для того, чтобы сотрудники ГАИ знали, какие автомобили поставляются в зону АТО. Как будет работать эта система и как контролировать машины в самой зоне АТО, до конца не ясно. В ГАИ же наиболее ярым ненавистникам российского президента подобные номерные знаки советуют зарегистрировать, пока этого не сделал никто. Официально такой номер может быть только один на целую область. Но, как показал наш эксперимент, даже с ненастоящими знаками ездить все еще вполне реально и безнаказанно. Ярослав Гречко, Василий Миновщуков. Подробности, телеканал Интер. Копеечное наказание. В Кировограде суд оштрафовал экс-начальника областной милиции Анатолия Витюка за коррупционное правонарушение. Вас обязательно насмешит сумма штрафа, который наложили на него за то, что он обеспечил головокружительную карьеру своей жене. Не верите? Посмотрите репортаж моих коллег. Анатолий Витюк возглавил милицию Кировоградской области год назад после событий на Майдане. Из десятка претендентов именно его выбрала люстрационная комиссия. Назначение одобрил и глава МВД. А вот местные активисты с самого начала были настроены категорично. Когда в дальнейшем данная особа начала работать, то было понятно, что этот человек не принимается интересами правоохранительной работы, не принимается интересами работы с раскрытия злочиней, а принимается только интересами развития собственных возможностей семьи. Небезосновательных обвинений в адрес Витюка было много. Повышение милиционеров, крышующих наркобизнес, увольнение неугодных и лоббирование интересов жены. За год от простого часткового она доросла до замначальника городдела. Получила досрочное звание подполковника милиции, служебную машину в личное распоряжение и ежемесячную премию. Месяц назад вся эта информация попала в СМИ. Витюк написал заявление об увольнении. Сегодня он предстал перед судом. Подобных порушений не было, это лишь на всю область, я так считаю, что почти на Украину. Первый случай, правопорушника вызвали винным за статью 172 с примиткой 7 Кодексу Украины про админправопорушения. И санкция данной статьи предпочитает размеры штрафов. Штраф за злоупотребление служебным положением оказался аж 170 гривен. Но бывший милиционер уверен, суд отнесся к нему предвзято. Кроме смешного штрафа, Анатолий Витюк не может работать в правоохранительных органах год. Потом вправе вернуться. Такое мягкое наказание возмутило местных активистов. Они уверяют, подобные кадры должны уходить из органов как минимум на десятки лет. Елена Брынза, Владимир Кубакин. Подробности телеканал Интер Кировоград. Боевики перебрасывают свежие силы к линии соприкосновения. В штабе АТО заявляют о новых подразделениях подготовленных наемников из России, которых направляют в стратегические точки противостояния. Район Донецкого аэропорта, Счастье, Широкино. А многие украинские военные на передовой уже почти год без ротации. Подробности в сюжете Ирины Баглай. Для бойцов он батя, папа зывному, для Сергея родной отец. На гражданке их ждет младший. Ждет достойно. Сам закончил 9 класс. По дому справляется. Без родительской опеки уже год. В первую очередь сын без примута остался. Это одна, наиболее веская сторона. По срокам батя уже дембель, как и большая часть батальона. По факту все там же на передовой под Донецким аэропортом. Четыре месяца без отпуска и ротации. Бойцы не жалуются, объясняют. Неспокойно на душе. Ведь действие закона об их социальной защите закончилось. И там, в мирной Украине, их могут уволить в любой момент. Наш батальон нигде не падал на колени, ни у кого не просил помощи, так сказать. Всегда вылазили сами на своих локтях. Мы тут есть. Помните о нас. А вот боевики о них не забывают. По численности и стойкости батальон уже назвали 300 спартанцев. Их позиции под постоянным огнем. Чаще всего со стороны оккупированного Спартака. Мы мешаем им, потому что мы делаем свою работу на позициях. Мы им очень мешаем. Если они выбьют, например, или вы уйдете, что будет? Мы останемся без глаз. Мы останемся элементарно без глаз. Мы не сможем корректировать, даже когда нужно будет хорошо ударить. До 9 мая бойцы и не надеются на ротацию. Ожидают, с парада боевики пойдут на них войной. Мы-то отсюда не уйдем, потому что понимаем, что если мы уйдем, будет опять брешь. И через брешь пойдет противник. Это нельзя допускать. А дома их ждут родные дети. Есть дома детки по 5 месяцев, которых они не видели в глаза. Не найти человека, которого можно было бы поменять, который год уже отвоевал по грязи, по окопам. И он не видит своего родного сына. А пока от государства в помощь получили психологов. Правда, при первом же обстреле ИСАУ самим армейцам пришлось успокаивать столичных гостей. А вот по-настоящему защитникам поднимают настроение бесстрашные волонтеры. Мы не познакомились во время войны. И мы уверены, что здесь оно останется. И достанется ребятам. И будет должным образом распределено. Поднесут ту пользу, которую люди собирают. И многие это все передают нам. Не единожды по дороге к своим подопечным эти люди попадали под обстрел. Спасала вот такая бронированная машина. На ней и раненых вывозили из-под Дебальцева. Один экипаж побывал и под гусеницами танка боевиков. Броня выдержала. Все выжили. Ирина Баглая, Владлен Ноль. Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. Ирина Баглая уже с нами на связи. Готова рассказать, что происходит в зоне АТО просто сейчас. Ира, здравствуй. Мы тебя слушаем. Здравствуй, Леш. Боевики активизировались на Артемовском направлении. Сегодня обстреляли поселок Артемово. Это рядом с Дзержинском. В районе шахты Южная во время обстрела был ранен один мирный житель. Шахтер. Также под Горловкой украинские военные попали в засаду. Боевики атаковали бронетранспортер армейцев из лесопосадки. В результате боя двое военных погибли. Четверо получили ранения. И вчера в Авдеевке на фугасе подорвался БТР десантников. Четверо военных погибли. Можно говорить о том, что противник сейчас несколько сменил тактику. Перед 9 мая все больше выдвигаются диверсионных групп для проведения разведки. Их задача установить численность сил АТО по линии фронта и расположение огневых точек. В районе же Донецкого аэропорта сегодня затишье. После ежедневных обстрелов армейцев такая пассивность боевиков настораживает. Пока что это вся информация. Леша. Ирочка, спасибо за работу. С нами на связи зоны АТО была моя коллега Ирина Баглай. А сейчас с нами на прямой связи министр обороны Степан Полторак. Степан Тимофеевич, здравствуйте. Мы видим, ситуация в зоне АТО в последние дни обостряется. Чего можно ждать в ближайшее время? Что может происходить 9 мая? И сколько времени продержится первая линия обороны в случае наступления боевиков? Ситуация в зоне проведения террористической операции действительно сложная, но стабильная. В последнее время, буквально неделя, количество обстрелов со стороны террористических группировок, которые поддерживаются российскими войсками, увеличилось. И я бы хотел сказать, что активность и обстрелов, и провокации увеличилась. Они активно проводят на данный момент боевую потоку, слаживание тех подразделений, которые сформированы террористическими группировками. Они готовятся и проводят провокации по отношению к нашим подразделениям. В нами зафиксированы случаи, когда они выезжали в зону нашей ответственности и наносили удары из своего вооружения по своим же подразделениям для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт. Что ожидать от вооруженных террористических группировок? Я думаю, из того самого названия, то, что они вооруженные террористические группировки, следует и сам ответ. Нет. А террористам можно ожидать все, что угодно. Естественно, они могут и спровоцировать, они могут сами обстрелить свои населенные пункты, для того, чтобы нас обвинить. И, естественно, что возможность какая-то есть и спровоцировать. Я предполагаю, небольшие, но на каких-то участках могут быть провокации и в форме наступательных действий. Я думаю, что в этой ситуации нам нужно рассматривать не столько, что ожидать от них, насколько готовы мы. И в этой ситуации я хотел бы сказать, что мы провели колоссальную работу последние два месяца для того, чтобы создать серьезную группировку, резервы, как в районе проведения антирористической операции, так и в районах пунктов постоянной дислокации, где расположены наши части, для того, чтобы своевременно и эффективно среагировать на те вызовы, которые могут возникнуть. Да, понятно, мы на это очень надеемся. Но у меня к вам есть еще один, возможно, неприятный вопрос. Журналисты наши постоянно находятся в зоне АТО, общаются с нашими военными. И вот те говорят, особенно те, кто стоит под Донецким аэропортом, что последние месяцы начались сбои выплаты зарплаты, есть уже даже задолженности. С чем это связано? И когда ситуация изменится, ну и изменится к лучшему? Системных проблем с выплатой заработной плат не существует. Деньги для выплаты заработной платы есть. У нас было сфиксировано два случая задержки заработной платы. И речь шла не о неделях, речь шла о днях. Значит, тут есть субъективные и объективные причины, почему так произошло. Чтобы мы четко понимали, буквально за последний месяц мы призвали 54 тысячи человек. Сейчас идет пятая волна мобилизации. Естественно, объем работы, который необходимо произвести в воинских частях и в финансовых службах, огромен. Кроме того, сложности с доставкой денег в зону проведения антифортической операции дали о себе знать, и поэтому небольшие задержки были. Я еще раз говорю, речь шла о нескольких дней в двух подразделениях. Это 11-й батальон и 25-я бригада. Эти проблемы уже устранены. Ясно. Еще одна громкая тема. Как происходит процесс объединения с добровольческими батальонами? С какой целью это делается? Согласился ли уже правый сектор? Ну и есть ли добровольческие батальоны, отказавшиеся просто наотрез? Человек, у которого есть оружие, у него должен быть статус. В этой ситуации может быть два статуса. Он может быть либо на службе государства, либо он вне закона. Поэтому все формирования, которые на сегодня не определились, они должны это сделать и выбрать свой путь. Что касается непосредственно правого сектора, у нас ведутся переговоры. Мы предложили им вступить в состав вооруженных сил на законных основаниях. Это даст возможность более эффективно использовать силы и средства, которые у нас есть. Нам необходим опыт этих ребят, у них очень большой этот опыт. Он нам необходим и для обучения тех подразделений, которые есть, ну и в том числе для использования в ходе ведения боевых действий. Работа с ними продолжается. Значит, действительно, пока предварительно речь идет об одном батальоне, который будет входить в состав вооруженных сил Украины. Впоследствии мы нарабатываем механизмы, так чтобы это было и правильно, и безболезненно, и эффективно. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Ну да, действительно, безболезненно, это хорошо, главное, чтобы еще и без скандалов. Последний вопрос, мало времени. Наши бойцы на передовой говорят, что боеприпасы у них начинают заканчиваться, они их даже одалживают друг у друга, между подразделениями. Вы можете это прокомментировать или нет? На сегодняшний день запасы боеприпасов, как в зоне проведения антирессийской операции, так и по всей Украине, достаточны для того, чтобы ввести активные боевые действия. И факты, если, конечно же, они есть, я прошу их представить. Конкретно в таком подразделении решение будет мной принято в течение двух-трех часов. Спасибо. Министр обороны был с нами на прямой связи. Мы же продолжаем выпуск. Сегодня перед журналистами отчитались аудиторы Минобороны. Это недавно созданный департамент в этом ведомстве. Говорят, что только за четыре месяца этого года выявили злоупотребление нарушения на сумму 380 миллионов гривен. Вот для сравнения, за весь предыдущий год, пока в министерстве не было своей аудиторской службы, находили почему-то вдвое меньше нарушений. Материалы на военных нарушителей уже передали в прокуратуру и МВД. Теперь контролеры проверяют не только прошлые финансовые операции армии, но и все нынешние документы. Выявлено порушения законодавства, которые на час проведения аудита еще не привели до сбытков. На загальную сумму понад 1,3 миллиарда гривен, из которых усунуто почти 980 миллионов гривен. Закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны прошло сегодня в Киеве. На совещании присутствовал Петр Порошенко. По словам президента, ситуация на востоке страны не оставляет Украине другого пути, кроме евроатлантических устремлений. Количество боевиков на Донбассе, по последним данным, до 40 тысяч человек. Еще около 50 тысяч группировка российских регулярных войск, сосредоточенная на границе с Украиной. Вот что сказал глава государства. Россия снова давит на Европу и снова ей не дает покоя соглашение об ассоциации. Точнее, та его часть, в которой предусмотрена зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Напомню, вступление в силу этого договора уже отложено до 1 января 2016-го. Но Кремлю мало и этого. Детали знает София Гордиенко, наш европейский САПКОР. Договор об ассоциации. Эта толстенная книга с документами уже давно Кремлю не дает покоя. Казалось бы, подобное соглашение – личное дело Украины и ЕС. Но Россия изо всех сил пытается быть третьей. Мол, у нее есть замечания. В итоге, чтобы фактически не злить Кремль и соблюсти все приличия в Брюсселе в трехстороннем формате, вынуждены обсуждать этот документ. Слухи о том, что именно эта третья лишняя сторона делает все возможное, чтобы вступление в силу договора отложить еще на год, здесь ходили давно. Кремль долго не мог определиться со списком претензий, потом с даты встреч. А вчера постоянный представитель России при евроинституциях Владимир Чижол подтвердил лично. Москва предлагает отложить подписание соглашения о зоне свободной торговли. Украины с Евросоюзом на год. В Брюсселе на это предложение, со слов самого Чижова, смотрят без особого энтузиазма. Согласно плану, оно должно вступить в силу и заработать полноценно с 1 января 2016 года. В то же время, чтобы остудить пыл белокаменный, Комитет по иностранным делам ЕС утвердил проект по ужесточению санкций против России. Главное, что настораживает парламентариев, это ситуация в Крыму. В начале мы имели дело с аннексией территории, принадлежащей другому государству. И за год мы видим, как меняется милитарная ситуация в Крыму. Ограниченные военные силы усилились многократно, что создает угрозу. И с этим вызовом надо бороться. Комитет предлагает Европарламенту уже в июне проголосовать за усиление санкций, а также за предоставление Украине оружия. Поскольку именно она защищает не только себя, но и границы этой самой Европы. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер Брюссель. Не доставайтесь вы никому. Франция уже готова уничтожить Мистрали, только бы не отдавать их России. Как намекнул журналистом высокопоставленный военный чиновник, Париж может либо разобрать вертолетоносцы на запчасти, либо затопить их в открытом море. Корабли Владивосток и Севастополь должны были продать России, но из-за агрессии по отношению к Украине контракт заморозили. Французы сейчас надеются, что дорогие суда все же приобретет какая-либо из других стран. Как отреагировал министр культуры на увольнение археолога, который до этого требовал отставки министра? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Одесский дерибан. Кто захватывает зеленую зону на морском побережье? Тайный узник. За что россияне упекли за решетку 72-летнего украинца? Репетиция трагедии. Как долго пилот смертельного рейса готовился к катастрофе? Конец игры в прятки. В США поймали преступника, который более полувека водил за нас полицию. Но в начале второго блока снова о зоне АТО. Боевики активизировались по всей линии фронта на Мариупольском направлении. Сегодня под обстрелы попали позиции наших военных в районе сел Гранитное, Мирное, Широкино. Одной из самых горячих точек остается Широкино. Вот что увидела на линии фронта моя коллега Львина Сиев-Булаева. На восточной окраине Широкино горят жилые дома. Там боевики расчищают пространство, чтобы удобнее было следить за нашими военными. А встреливать их не прекращают ни днем, ни ночью. Сегодня противник уже 9 раз порушил умовы Винскому орандуму. Все 9 раз были населены в пункте Широкино. При этом он выкористовывал в ночи артиллерию калибром 152 мм. На день перешел на калибр 120 мм миномета. Залпы тяжелого оружия слышны из села Мирное. Это в 70 км от самого Мариуполя. Боевики обстреливают со стороны оккупированных ими Тельманово и Новомаревки. Атакуют украинских военных из крупнокалиберной артиллерии. Есть самохидные арт-обстановки по тех осколках, что мы находим на своих позициях. Видно достаточно четко, что это и васильки работают, и я так думаю, что гаубицы, потому что даже были частины 152 мм снаряда. А это уже дорога в сторону Гранитного. Она единственная ведет к селу. На полпути нас останавливает военный в Гранитном обстрел. Нападения боевики могут вести именно со стороны Тельманово. На оккупированных территориях, по данным нашей разведки, боевики продолжают подтягивать технику. Военные готовы к очередным провокациям и свои позиции сдавать не намерены. Эльвина Себулаева, Игорь Сулий, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Тюремщики уже 9 месяцев удерживают в застенках украинца Юрия Солошенко. В чем обвиняют бывшего директора оборонного завода и делает ли что-то Украина, чтобы приблизить его освобождение, узнавала Лидия Калинина. 73-й день рождения для Юрия Солошенко без именинного торта, подарков и свечей. Лишь с телеграммой от родных. Ее от всей семьи отправляет младший сын. Дай Бог терпения, удачи и здоровья. Сейчас Юрий Блефортова, бывшего директора оборонного завода, подозревают в военном шпионаже. За все время одно свидание, да вот эти две фотографии. Звонить Юрию не разрешают, поэтому он пишет. Хотя в письмах многого не скажешь. Если он напишет, что ему плохо, то такое письмо не пустят. Об этом он мало пишет. Писал в последнем сокамернике положительно, что с ним хорошо. Но я думаю, что там часто бывают подсадные. Вызвали отца из тюрьмы. Александр пытается уже 9 месяцев. С того самого дня, как тот уехал в командировку, всего на день и не вернулся. В Москву его пригласил товарищ, который сдал его ФСБ. Уверен сын. Я еще раньше о нем слышал, что он не чист на руку. Ну, в плане там какой-то, да, замешан, может быть, в коррупционных схемах. Это, может быть, ФСБ прижало сильно и надо, как бы, в очистку себе там. Он, как бы, сам является агентом ФСБ. Государственное предприятие «Знамя» – некогда флагман военной промышленности. Сейчас от завода почти ничего не осталось вокруг одни руины. Именно здесь Юрий Солошенко проработал всю свою жизнь. Пришел младшим специалистом и дослужился до директора. Вот его прежний кабинет. Здесь почти ничего не изменилось. Советский совдеповский кабинет, стулья, кресла. Вот документация, с которой он работал. Вы продолжаете работать. Бывшие коллеги до сих пор не верят в то, что произошло. Это чисто политический ход, такой же, как и происходит с нашей летчицей. По версии ФСБ, именно на свой завод он должен был привезти из России какое-то секретное оборудование. Правда, здесь, уверяют, это смешно. У нас нет той техники, на которую, будто он увелся ее. И нет смысла ее везти. Зачем нам сейчас новые изделия российского типа? Доказать абсурдность обвинений пытаются адвокаты. Но их даже не пустили к подзащитному. Ни разу за все время не смог посетить его и консул. Юрий, учитывая возраст и болезни, мог бы попасть под амнистию. Но, кстати, шпионаж, она неприменима. Руки опускают ни семья, ни правозащитники не собираются. Вопрос, выдержит ли долгое следствие 73-летний украинец. На днях ему в Лефортово вызывали тюремного врача. Больное сердце. Тяжело переносит заключение. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Полтава. Зеленую приморскую зону в Одессе продолжают деребанить. Новый скандал в городе. Кусок элитной земли огромный. В крышевании схемы горожане подозревают местную власть. Все подробности громкой истории в сюжете Андрея Анастасова. Майские праздники, погожие деньки, но жителям этой пятиэтажки по французскому бульвару явно не до отдыха. Теперь спиливают деревья прямо под домом и один метр от дома проводят дорогу. Понимаете? Дорогу ведут к строящемуся рядом элитному жилому комплексу. Завидев камеру, экскаваторщик спешно ретируется. Человек с бензопилой убегает. Рабочие же, которые возводят многоэтажки, говорят, дорогу прокладывают не они, а городские власти. На самом деле это вообще к нам не относится. Это чисто городская дорога. Действительно ли дорогу к коммерческим высоткам, да еще и с явными нарушениями технологии прокладывают за бюджетные деньги? Ответить на этот вопрос в Одесской мэрии категорически отказались. А вот жители дома, который оказался в плотном кольце многоэтажек, уверены, их просто выживают отсюда. Вот и сейчас, говорят, во дворе появился новый забор. Уникальная зеленая зона уничтожается на глазах. Деревья или заваливают вот таким образом строительной техникой, или заботливо, как в этом случае, заливают бетоном. Эту огромную территорию бывшего санатория на морском побережье власти отдали коммерческой структуре в аренду на 49 лет под реконструкцию и строительство объектов рекреационного назначения. Другими словами, оздоровительных центров, пансионатов. Общественники недоумевают, кто разрешил застройщику вместо этого возводить комплекс из 22-этажных зданий, да еще и в оползневой зоне. Там планировался медицинский центр, и коттеджное жилье, и немного высотного жилья. Я могу посочувствовать этим людям, даже невзирая на отсутствие разрешений, он идет намеченным путем. В компании застройщика нашу просьбу об интервью просто проигнорировали. В мэрии также и в этот раз отказались что-либо комментировать относительно сооружения высоток. По данным же активистов, в обмен на прибрежную бесценную землю коммерсант пообещал построить больницу скорой помощи. В спальном районе города мы нашли этот объект. Заложен он еще 4 года назад. Когда больницу построите? В хорах. Когда? В зиме. Пока же жильцы многострадальной пятиэтажки в очередной раз стали собирать подписи под обращениями во всевозможные инстанции. Впрочем, надежды говорят мало. До сих пор им приходили одни отписки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности от телеканала Интер. Одесса. Правительство и нацкомиссия регулирования в сфере энергетики пошли в суд. Стали ответчиками по делу о повышении тарифов на газ. Истцы ряд граждан, которые считают, что повышение цен необоснованно и незаконно. Напомню, последним своим решением нацкомиссия повысила тарифы на газ в 6 раз до 7 гривен и почти 20 копеек за кубометр. Само судебное заседание проходило в Киеве в окружном административном суде. Правда, до рассмотрения сути дела сегодня так и не дошли. Перенесли заседание на 22 мая. Пришли поддержать истцов, юристы и политики. Это необоснованно. Нарушена процедура. Нарушен способ принятия данного постановления. Есть нарушения, которые повлекли за собой в дальнейшем перспективу неплатежей. И, соответственно, в настоящий момент может привести к коллапсу. Объединили в суде несколько дел, потому что много людей сегодня считают противозаконным, антиконституционным решением правительства и НКРЕ о повышении тарифов. Не о критике в свой адрес, не о критиковавшем археологи ни сном, ни духом. Так министр культуры Кириленко прокомментировал наш вчерашний материал. Напомним, рассказывали о сотруднике заповедника Софии Киевской Тимуре Бобровском, который в конце марта написал письмо министру культуры. Раскритиковал за отсутствие реформ и предложил ему уйти. Вместо ответа получил уведомление о своем увольнении. Археолог расценил это местью министра и заявил, что будет бороться. Уже написал обращение к премьеру. Если и там проволчат, намерен дойти до президента и парламента. И вот, что конкретно ответил сегодня министр. Листа не читал, а если бы и читал, то особливо уваги на это не обратил, потому что работы много. А все необходимые кадровые решения у заповеднику Софии Киевской отбились. Далее работа идет в штатном режиме и проводится великая работа по подальшему выкритию зловживания, которые имели место с боку попереднего руководства. И даже не буду реагировать на ваше необрунтованное вопрос. Шокирующий отчет экспертов, которые расследуют авиакатастрофу аэробуса компании Germanwings во французских Альпах. Выяснилось, Андреас Лубец, пилот-самоубийца, репетировал крушение на предыдущем рейсе. Как так получилось, что его опасную репетицию никто не заметил? Подробнее Татьяна Лагунова. Андреас Лубец, второй пилот авиакомпании Germanwings, готовился разбить лайнеры, даже репетировал крушение. Таковы выводы французских экспертов, которые изучили данные черных ящиков. В их докладе говорится, Лубец тренировался резко снижать высоту полета. Причем сделал это в день катастрофы ранним утром только на первом рейсе из Дюссельдорфа в Барселону. Во время полета диспетчер дал команду снизить высоту. В этот момент капитан вышел из кабины, и второй пилот, он остался один, задал на автопилоте высоту 1000 футов. 100 футов, это 30 метров. Лубец сводил такой показатель несколько раз, буквально на несколько секунд. Потом снова менял данные на те, которые указывал Центр управления полетами, 10 километров. Ни капитан, ни пассажиры ничего не заметили. Капитан ничего не заметил, поскольку все происходило во время запланированного снижения. Эти манипуляции не сказались на траектории самолета. Через два часа на обратном рейсе уже из Барселоны в Дюссельдорф Лубец заблокировал двери в кабину пилота. Задал курс на снижение и разбил самолет во французских Альпах. На борту, кроме пилота-самоубийцы, находились 149 человек. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Усилит ли патриотический дух россиян памятник захватчикам Крыма? Сколько успеет отсидеть преступник, полвека бегавший от правосудия? И поможет ли гаджет в борьбе с алкоголизмом? Все это в нашем обзоре. Более полувека в бегах. В США арестовали преступника, который 56 лет скрывался от полиции. Фрэнк Фрэшуотерс когда-то сбил человека. Затем бежал из тюрьмы, потом снова бежал. И последние годы скрывался под вымышленным именем в штате Флорида. За ним установили наблюдение и с помощью обмана получили отпечатки пальцев. Когда же при задержании показали его старую фотографию, злодей ответил, что давно не видел этого парня. В России увековечили оккупантов Крыма. Памятник вежливым людям открыли в Амурской области в городе Белогорск. Идея почтить захватчиков принадлежит мэру Станиславу Милюкову. На руках бронзовый оккупант держит котенка. Каких именно котов спасали агрессоры в Крыму, скульптор не объяснил. В закрытой Северной Корее появился собственный интернет-магазин. Пользоваться этим ноу-хау могут исключительно граждане страны. Да и то те, у кого есть смартфон. А таких в КНДР около двух миллионов. Теперь северокорейцы получили возможность купить в сети одежду, медикаменты, косметику и даже мебель. Расплачиваться за товар нужно кредиткой. В Корее существует своя платежная система. Тройка лидеров определилась. Британские таблоиды вовсю обсуждают новых ведущих программы Топ Гир. По слухам, BBC ведет переговоры с актером Филиппом Гленистером, ведущим Гаем Мартином и моделью Джоди Кид. Все они до этого работали на телевидении и должны заменить команду Джереми Кларксона. Напомню, бессменного ведущего передачи об автомобилях уволили после того, как он распустил руки и язык. Его коллеги ушли из солидарности. Трезвый интерактивный дневник разработали в Тайване. Это мобильное приложение поможет зависимым избавиться от алкоголизма. К приложению смартфоне предлагается тестер. Приспособление передает все данные о состоянии организма на телефон. Психологи уверены, новинка действует лучше любой терапии. Пациенты учатся контролировать себя. К тому же программа автоматически дает советы. Что делать, когда человек очень хочет выпить или у него плохое настроение. В заповеднике штата Орегон исчезло целое озеро. Экологи не только узнали, куда пропали тонны воды, но и сняли это на видео. Оказалось, озеро просто перетекло в кратер вулкана неподалеку. Не иначе, как чудом природы это явление называют ученые. Это были все новости этой среды. Я благодарен вам за внимание и прощаюсь до завтра. Встретимся в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok